Бизнес идет в социальные сети не только ради прибыли, но для того, чтобы развивать определенную культуру. Это может быть бизнес-культура, это может быть здоровый образ жизни, это может быть донесение каких-либо других важных, таких гуманистических, социальных ценностей, то есть направленных, скажем так, на позитивное преобразование окружающего мира. Можно следующий слайд? Ну и, конечно, забыл еще так же сказать про то, что если вы идете в соцсети как бизнес, то всегда нужно стараться создавать, ну не только пиарить бренд, грубо говоря, но создавать именно комьюнити, то есть чтобы это было живое комьюнити с пользователями, которые также разделяют ваши интересы, которые очень активно участвуют в ваших вопросах, которые становятся в результате адвокатами бренда, то есть социальные сети в дальнейшем, ну как бы их влияние, но это тоже сарафанное радио, по сути. Вот, собственно, можно следующий слайд? Что мы как частная клиника пытаемся делать, ну и я как редактор, контакт-менеджер, это доносить какие-то важные экспертные знания, которые могут заинтересовать нашу целевую аудиторию, которые могут помочь им поддерживать здоровый образ жизни. Вот и в формате каких-либо лонг-ритмов, это могут быть интервью, это могут быть полезные и интересные факты, причем достаточно небанальные и малоизвестные. В России очень многие относятся с халатностью к своему здоровью, не следят за ним, и мы как бы пытаемся это изменить. Вот, и, собственно, есть примеры крупных финансовых компаний, можно следующий слайд, все хорошо. Вот такие, как Сбербанк, не очень понятно, нет, обратно, пожалуйста. Вот, вы видите сейчас стори Сбербанка в Инстаграме, первые два слайда, и, собственно, это такие вдохновляющие напоминалки на каждый день. И соседний слайд, это сообщение с телеграм-канала Тинько-банка, который, как известно, очень много делает, также для того, чтобы развивать предпринимательскую культуру, как-то, ну, образовывать, понимаете, уровень финансовой грамотности. В общем-то, можно следующий слайд. Один из главных мифов, связанных с СММ, это в том, что СММ-специалист, человек, который постит котиков. Это совсем не так, и я почему. Я расскажу на следующих слайдах. Можно еще чуть-чуть ниже. В общем-то, кто такой СММ-специалист, чем он занимается? СММ-специалист непременно обладает, он является копирайтером в первую очередь, то есть это человек, который генерирует идеи, задает смыслы, обладает прекрасным чувством языка, знает, как писать продающие тексты, не секрет, что у них есть своя структура. То есть, если это, например, пост в ленте ВКонтакте, обязательно нужен заголовок, обязательно нужно донести преимущество, ну и так далее, это тоже долгая, отдельная тема для... Также психологические триггеры тоже играют свою роль, но это как бы отдельная тема. Также копирайтер генерирует запоминающиеся слоганы на его формулировке. Пишет, как хороший журналист, особенно если вам нужно рассказать о каком-то уникальном продукте, там, если это мобильное приложение, какой-то курс образовательный, вот, соответственно, нужно, нужен человек, который будет писать хорошие тексты. Копирайтер, СММ-копирайтер знает правила SEO-оптимизации и особенности текста в социальных сетях. Это два совершенно разных формата, но в поисковике все те тексты, которые, ну вот Google, Яндекс и так далее, в поисковике все эти тексты, которые публикуются в социальных сетях, они также индексируются в соответствии с ключевыми запросами. Если вы продвигаетесь через YouTube, то также превью обязательно должно быть написано в соответствии с стандартами SEO-текстов, с интегрированными ключевыми запросами, тегами и так далее. Иначе ваш контент могут просто не найти. И не то, чтобы просто не найти, можно таким образом повысить без каких-либо бюджетов переходы, то есть расширить охват, таким образом просто написав текст в соответствии вот с этими канонами SEO. Также СММ-копирайтер обязательно составляет контент-план, понятно, что он исполнитель, и человек, который умеет рассказывать истории, то есть владеет навыками стори-тейлинга. Зачастую СММ-копирайтер, ой, извините, СММ-официалист, также выступает в качестве дизайнера. То есть он может работать с фотошопом, иллюстратором некоторые, и некоторые даже с Adobe After Effects, для того, чтобы создавать анимацию. То есть это навыки, которыми считается, ну, которыми хорошо бы владеть. Конечно, есть, допустим, такие сервисы-конструкторы, как Крелл и Канва, которые позволят создать визуальный креатив вообще каждому совершенно. Их освоить может каждый. Но все равно лучше комбинировать, опять же, тут креатив, созданный в той же Крелл и Конвес, с владением Adobe Photoshop, иллюстратором и так далее. Также дизайнер СММщик, он работает всегда с такой платформой, как Pinterest, с фотостопами. Ну и, понятное дело, он обладает прекрасным вкусом, создает целостный визуальный стиль, что особенно важно, например, если, ну, не знаю, требуется специалист в продвижении в Инстаграме, или если вы, как бы, сами занимаетесь продвижением. То есть нужно всегда иметь в виду навыки дизайнера. Также СММ-специалист это менеджер, который владеет аналитикой, то есть, если, опять-таки, вы можете использовать не только ту аналитику, которая уже есть в социальных сетях, в Facebook, в ВКонтакте, в отдельных разделах, но также, допустим, если есть сайт, вы можете смотреть количество переходов и таким образом оценивать эффективность СММ-стратегии, насколько, в общем-то, вы интересны клиентам. Также СММ-щик следит, как менеджер следит за выполнением KPI, они согласовываются, ну, и они ставятся сюда заранее, то есть это не только лайки, там, репосты и так далее, как правило, интересуют, конечно же, покупки, конверсии. Также СММ, как менеджер, планирует работу через такие сервисы, например, как Трел, Актив Колаб, ну, Актив Колаб скорее используется СММ-агентствами, вы не переживайте, на последнем слайде я покажу все, дам ссылку на те сервисы полезные, которыми пользуюсь СММ, которыми может пользоваться, в общем-то, каждый. и очень много, если как бы это СММ-щик, который работает на себя, он очень много общается с клиентами и заказчиком, и вообще СММ всегда общается с клиентами, потому что он отвечает на их вопросы, комментарии, он работает с негативными отзывами, ну, и так иначе поддерживает коннекшн, причем живой коннекшн, потому что неинтересно, когда с тобой разговаривает машина, какой-то бот. Очень многие приходят или даже, не знаю, пишут сообщения какого-то бренда компании, иногда действительно для того, чтобы просто поделиться какими-то наблюдениями, проблемами и так далее. СММ-специалист это косвенно и пиар, пиарщик, то есть он поддерживает позитивный имидж, создает дополнительные преимущества, он общается и поддерживает контакт с информационными партнерами, блогерами и СМИ. это такие важные направления работы. СММ-специалист также владеет навыками фотографа, то есть он делает снимки из жизни компании для социальных сетей, он обрабатывает эти фотографии, он также может снимать видео, и, как правило, ко многим СММ-чистам предъявляется требование владения какими-то даже навыками монтажа, да, никто не требует в совершенстве владеть новым премьером, но мови, мови, мейкер, даже музыку наложить, как-то сделать красивую нарезку, это всегда нужно делать вид, потому что видеоконтент сейчас превалирует на другим форматами, чаще смотрят видео, и даже в рекламных компаниях, если настраивать таргетированную рекламу, анимации видео короткие, до одной минуты, они работают лучше, чем статичная картинка пост. Также СММ нередко это еще и таргетолог в одном лице, то есть человек, который работает с фарсерами, такими как Церебра, Target Hunter, Pepper Ninja, он мне нравится, я не таргетолог, но Pepper Ninja вообще моя профессиональная платформа, которая позволяет мне, как контент менеджеру, смотреть посты конкурентов, которые набрали наибольшее количество лайков, то есть чтобы как-то смотреть, что интересно аналогично аудитории, и соответственно корректировать контент план. Базу таргетологи собирают самыми разными способами. Да, конечно. Вы столько функций назвали, сколько такой человек должен получать? Он человек за 10 выполняет работную фашистику. Но здесь опять-таки эта схема есть, как правило, допустим, у нас есть отдельно в клинике торговой, есть отдельно таргетолог, человек, который учится на сборах. 10 человек чем занимаются? Ну, это все СММ, то есть это все относится к функционалу СММ. Да, в общем-то... Это дело не отличное. Людей не существует, которых подвали. Но... Чтобы то и то и то и все прям... Но в каждой профессии нет предела совершенства. Единственное, что меня не заставляли делать, это, по-моему, полынуть. богу. Просто будет не актуален в конце. Записли. Запишите, потом обязательно все. Не сконтетствую. Ничего страшного. Можно следующий слайд? Будет я отойдет отчасти, если сучишься. И еще чуть-чуть понизна. Ну, в общем-то, СММ-специалист работает совершенно по-разному. Кто-то работает в агентствах, кто-то в штате компании, кто-то на фрилансе. У каждой из таких форм работы есть свои плюсы и минусы. Агентство, СММ-агентство делает все очень хорошо, но, скорее всего, дорого. Штатный СММ-специалист будет погружен в специфику вашего бизнеса. Всегда будет с вами, в общем-то, вы можете, как, скажем так, начинающий бизнесмен, если не планируете бюджет отдельно на этого человека, можете заниматься как бы этим самостоятельно, но, в общем-то, фрилансеры, фрилансеры нужно всегда действительно понимать, какими навыками должен обладать, какие навыки нужно приглядеть за определенные древние к такому специалисту. СММ-стратегия представляет собой структурированный четкий и последовательный план развития площадки, то есть, социальной сети вашего сообщества или аккаунта с целью привлечения и удержания клиентов. В общем-то, СММ-стратегия всегда соответствует задачам бизнеса, более фундаментальным. Можно следующий слайд. Слово стратегия может немножко отпугивать, но в этом нет на самом деле ничего сложного. Проблемы начинаются уже на стадии реализации. Это всегда очень сложно найти хорошего исполнителя. В общем-то, тот механизм разработки в своем стратегии, каким я его представляю, может быть представлен в виде такой последовательности действий. На первом этапе формулируются цели-задачи продвижения. Собственно, также необходимо руководствоваться тем, кто является целевой аудиторией рекламной компании или бизнес-задачи продукта, который продвигается. Далее планируется бюджет, который выделяется на соцсети. Далее необходимо выбрать площадки релевантные и, может быть, блогеров, инфлюенсеров, лидеров мнений, партнеров, партнерские, не знаю, сообщества, аккаунты, которые также помогут в продвижении. на следующем этапе разрабатывается контент-план. Дальше этап таргетированной рекламы включает в себя сбор базы, ее аудит, непосредственно за саму настройку оценки рекламной компании. Также в разработке СММ-стратегии включена подготовка материалов и креативов. После того, как весь материал, контент готов, его необходимо редактировать, после этого он публикуется, и каждая рекламная компания оценивается в соответствии с теми 5, которые ставят заказчик. Я буду так говорить заказчик, мне так удобно. Надеюсь, у меня в бонзе. Выбор можно следующий слайд? Собственно, я хотела на этом остановиться, мне кажется, я уже говорю очень много вам, скучно. Понятно, что необходимо выбрать релевантные площадки. Так, с инфлюенсерами знаете, кто такие инфлюенсеры? Слышали кого-нибудь? Нет? Вот у нас есть блогеры, условно, инстаграм-блогеры, ютуб-блогеры, миллионники. Есть инфлюенсеры, это лидеры мнений в конкретных отраслях. Это аккаунты, у которых нет фантастического количества подписчиков, их может быть всего 10 тысяч, 5 тысяч, но к таким пользователям непременно есть доверие. У него очень, у такого аккаунта, у такого человека очень высокая вовлеченность. То есть он может рекламировать ваш продукт, и... Заметь его экспертом. Не надо так вот лишние слова. это необязательный эксперт, потому что здесь может быть... Может быть... Эксперт называется парус. Может быть... Эксперт называется... Да, здесь эксперт стреба, но в мире с продвижением сетей сетей это называется именно инфлюенсер, это лидер мнения. Эксперт может быть макс в декрете, но если недостаточное количество подписчиков, как бы мы же не можем сказать, что она эксперт в мире катерин. Правильно? Это непризнанная абсолютно единица. Тем не менее, она является лидером мнений. То есть все то, что она говорит, ее подписчики слушают и принимают в сведениях. Кто-то пользуется какими целями. Поэтому таких людей называют именно инфлюенсер. Смотрите, на примере наверное, проще. Если, например, у вас интернет-магазин игрушек для детского развития, вы можете заказать... Не нужно тратить большие бюджеты на рекламу блогеру, у которого миллионы или тысячи подписчиков. Это влезит действительно копеечку, большую копеечку. Вы можете найти аккаунт допустим мамы, которые действительно доверяют, у которых подписчиков 5-10 тысяч. Она рассказывает про то, рассказывает про то, как он ухаживает за ребенком, с какими проблемами она сталкивается, делится своим мнением. В общем-то это тот человек, которому доверяют. И таким образом вы можете как бы через нее продвигать допустим игрушки для детского развития. Почему бы нет, это очень хорошо. Можно следующий слайд? Разработка контент-плана непременно включает определение тем, зависит от бизнеса и цельевой аудитории, частоту публикаций. По собственному опыту могу сказать, пользователю не нужно давать большое количество публикаций. Если это какой-либо интернет-лагазин или компания, вполне достаточно того, что вы один пост в день. Это оптимальная чистота публикаций для нашей клиники. Если это инстаграм, еще дополнительно можно публиковать сторис, но нужно всегда жалеть людей, потому что вальц огромное количество информации ежедневно, и очень сложно сделать таким образом, чтобы ваш контент люди заметили в умной ленте, поскольку ее алгоритм это тоже отдельная история. Я немного о ней расскажу чуть дальше. Время публикаций по своему опыту я знаю, что очень хорошо публиковать венчером, потому что контент всегда у нас больше взаимодействий. Но это зависит, нужно смотреть статистику, это тоже не критично, нужно просто понимать образ жизни людей, для которых вы ведете эти аккаунты. Нужно понимать, что они делают в то или иное время, когда им удобно, когда они просматривают ленту. Это всегда нужно иметь в виду. Вот так выглядит контент план. У меня закрылась презентация, поэтому я, наверное, встану. Просто для SMM всегда очень большой вопрос, большая проблема, как создать новый контент план. Для этого не нужно использовать никаких спасибо. сторонних сервисов. У меня это выглядит просто как эксельская таблица, где в этой графе указаны темы и форматы. Здесь кодификаторы, то есть это те направления, которые мы сейчас продвигаем. Я буду просто на примере говорить, потому что это всегда понятен. пластическая хирургия, общая хирургия, гинекология, кушество, нейрохирургия. Изначально я понимаю, сколько постов, у нас 30 дней всего, то есть количество постов ограничено. Исходя из цели и задач бизнеса, я понимаю, сколько постов должно быть по той же пластике, по нейрохирургии. И уже таким образом составляю сетку. здесь можно указывать в общем-то можно указывать время постинга, но я в какой-то момент бросила, потому что была, что вечером контент всегда набирает больше шеров, лайков и так далее и все равно больше готовых восприятия серьезной информации в вечерненное время. Не знаю, это не критичие. Вот. Ну, то есть все на самом деле просто на таком плане. я думаю, что работа пришла, она должна была хорошо меня выделить. Поэтому вечером. Да, да, мы слушаем зал. Алёна, скажите, у вас еще будет презентация, в которой вы будете что-то показывать? Я вам могу предложить указочку. Она прокручивается просто, потому что исключительно так не получится, она так не нащелкивается. А можно только все дальше? мессенджеры и рассылки тренд про материальную токуальность. А есть ли у вас возможность просто увеличить этот масштаб? Можете на весь тренд? Я могу стримить презентацию. потом презентация будет в контакте размещена в нашей группе можете посмотреть. мессенджеры и рассылки для создания таких рассылок это удобно. Также можно рассылки в социальных сетях интегрировать с помощью платформы Chat2Desk. но она условно платная но иногда этого стоит. Есть чат-боты которые могут упростить вашу работу то есть это алгоритм по сути вы туда уже просто загоняете ответы на вопросы пользователей мне кажется что в любом случае лучше как бы совмещать персимистину к коммуникации с живым человеком и писать полезный контент в общем лучше комбинировать эти механизмы вот в контакте удобно то что можно создать с нуля под задач вашего бизнеса как это например сделала Анастасия Югова можно кликнуть по ссылке я вам сейчас расскажу возможно этот бюджет будет полезен особенно если вы только начали заниматься социальными сетями у вас есть группа вконтакте это очень классная штука скрипните пожалуйста вот когда заходите в эту группу сбоку процедите пожалуйста чуть вниз но на самом деле он я уже визуально сейчас плохо помню можно да кликнуть по этой ссылке извините я не пользуюсь каской загнать туда ссылку на ваше сообщество но мы сейчас этого делать не будем и вам ваше сообщество оценят по ряду очень важных с точки зрения из моих критериев частота постинга это в общем уникальность контента она имеет значение для того чтобы вас видели в ленте потому что если контент будет неуникальным вы попадете под санкцией алгоритмов прометения мизида и так далее и вас никогда не сможете увеличить охват можно чуть-чуть пониже дальше важно помнить о едином визуальном стиле всегда лучше если он есть это важно особенно для инстаграма вообще любой коммерческий аккаунт можно увидеть именно в первую очередь в инстаграме когда вы видите что условно на вас кто-то подписался скорее всего это было сделано через мосфоловер и так далее вы приходите на аккаунт вы можете понять вообще чего от вас хотят когда вы видите красиво форменное сообщество из них аккаунт то вопросы отпадают сразу согласитесь что это лучше можно дальше собственно алгоритмы лент социальных сетей вконтакте фейсбук инстаграм они несколько отличаются друг от друга если давать какие-то общие рекомендации например по инстаграм нужно стимулировать пользователей добавлять ваши посты закладки делать скрешоты экранов для делать пересыл публикаций таким образом ваш аккаунт ваши посты поднимутся в ленту или в принципе в ней появятся то есть эти алгоритмы они всегда так или иначе оценивают взаимодействие пользователей с вашим контентом проблем инстаграм в том что очень много всего и как мы все знаем не все аккаунты на которые вы подписаны не все их посылы не все их сообщения вы видите потому что умная лента сама решает кого вам показывать кого нет так вот чтобы с вашим аккаунтом чаще взаимодействия нужно чтобы оставляли комментарии чтобы вас шерили чтобы даже скриняли экраны это поднимет охват в любом случае в общем-то вконтакте оценивают примерно по таким же критериям единственное отличие то что неуникальный контент он карается лимизитой и запись с неуникальным контентом даже если вы уже что-то такое постели в группе все равно нужно перепрозировать или как-то изменить его если вы этого не сделаете то сообщение просто в ленте не увидят и также вконтакте например стал в последнее время понижать коммерческие запросы то есть если в тексте прямо указанных посту акция купить или не знаю репост не лайк все то есть это сразу тупик пост сразу из ленты пропадает охват падает ну вот можно всегда смс хорош тем что всегда можно экспериментировать с командой и смотреть какой из них приходит на аудитории какой ей нравится например мы когда-то пустили в карточки с рекомендацией наших врачей поняли что такой формат значительно лучше чем развернутые лонгриды потому что чтобы прочитать лонгрид нужно время карточки к тому же с таким ярким вэкграундом цвета это всегда очень важно в разработке дизайна и рецепции они как бы на них люди больше с ними люди охотнее взаимодействуют можно ну собственно это пример такой как раз реклама мы знаем что эротические товары в принципе нельзя рекламировать в социальных сетях то есть у каждой социальной сети есть свои правила с которыми нужно ознакомиться прежде чем вы настраиваете тот же тайм но вот каким-то образом особенно вконтакте модерацию проходят вот такие посты как этот собственно не видно поэтому я прочитаю в сексе есть активные участники и пассивные также у нас в группе поэтому корпус все что нужно подписаться на группу ничего не делать в конце месяца три самых красивых участника получат от нас по набору смазки вот но правила всегда нужно соблюдать игры с той социальной сети с которой вы работаете собственно в последнее время в социальных витрах особенно в инстаграме я все чаще вижу такие примеры вирусные контенты становятся не обязательно какие-то очень дорогие проекты но это всегда очень оригинальные идеи и классные концепции особенные например один из таких канонических это инстаграм-аккаунт той самой пышечной пышечной расположенной на конюшной площади она была открыта в 1958 году и там до сих пор пышечную дают не на салфеточках а в бумажечках ну то есть это достаточно такое как бы традиционное место которое любят все петербуржцы и вот рекламное агентство Сепперс СММ сделал им ребрендинг а можно попросить кликнуть по ссылке вот можно прокрутить вот ленту просто ну как бы медленно чтобы было понятно о чем дело вот ну то есть ребята хейпанули и причем это же на самом деле если так подумать небольшие затраты то есть это по сути нанять фотографа сделать вот такой аккаунт может быть запустить там рекламу хотя насколько знаю они не тратили космический бюджет на запуск такой рекламы и в общем-то о них написали СМИ виллдж и за счет этого как бы реклама этой пыши дала просто потрясающий эффект и его разбирают вообще с удовольствием все рекламщики можно попросить закрыть эту страницу нет под пониже вот например есть еще так же в ютси условно ютси блогер Лариса которой нет в инстаграм-профиле ни одной фотографии но при этом это очень оригинальный проект я прочитаю собственно пост один рекламирую Банклодежских крем для лица потому что я звезда следующий в каком-то дорогом рванье художественно стою на фоне трансформаторной будки рядом сидят гусь и свинья ну то есть это такой стек на бьюти-блогеров на модели которых сейчас мы стояли очень много потому что для бьюти-сферы как бы там мейкап косметология ну то есть действительно профиль выглядит просто как написан очень креативный текст и вот цепной фон в общем-то все можно потом рассмотреть у нас одна такая или есть последствия вот она на самом деле очень оригинальна то есть знают вы на картинке описываете все да но до этого нужно додуматься то есть она она же по сути протестует против определенного совершившегося порядка вещей которые очень многим пользователям инстаграма не устраивает то есть когда ты открываешь линк и видишь исключительно там селфи и вот эти все накаченные губы или какие-то такое позиционирование своей телесности в первую очередь ну то есть это не просто какой-то блок да это определенные ценности определенные идеологии это ну это искусство вот пищевую соду можно не открывать а теперь перешли аккаунты углеводной еды то есть вот есть аккаунт с тысячей подписчиков где публикуется очень углеводная еда в протест для всех кто проголодается после нашего мероприятия будут работать в столовой там конечно не углеводная еда но очень все вкусно там еще в презентации есть тоже инстаграм юрист юридических услуг можно его посмотреть то есть для нас юридическая профессия довольно такая скучная формальная но блогер который его ведет он будет ознакомиться с ним он выступает в качестве психолога отношений и у него также разработана уникальная дизайн концепции очень душевный контент очень хороший контент и соотносится с его сферой то есть он работает эффективно с точки зрения продвижения его услуг и также собирает вокруг себя людей которые в принципе не то чтобы заинтересованы его услугами просто это очень хорошая фауна возвращаясь к смм без подвигов если выделять смм без подвигов это что это без каких-то грандиозных бюджетов или вирусов по механикам продвижения имеется таргет но здесь это бюджет определенный есть публикации в партнерских сообществах или у них вирусов еще возможно то есть с кем-то из них можно договариваться в общем-то все зависит от условий договоренности например сейчас мы будем продвигать фестиваль круг света через исключительно через партнерки то есть это как правило культурные учреждения это какие-то световики звуковики саунд-дизайнер и в общем-то они не против как бы просто публиковать у себя и не брать деньги за это так же в теге хэштеги они имеют большое значение в инстаграме потому что люди там ищут продукцию зачастую по ну этим хэштегам вы знаете что такое хэштег и так же на ютубе причем на ютубе теги хэштеги это совершенно разные вещи вот то есть тег ну тег это то что непременно публикуется в форме которую ведет сам ютуб и по нему пользователи находят вас могут найти вас внутри самой платформы а хэштег может публиковаться вот с этим как раз таки с этим значком с этой сеткой уже после описания в общем после превью к видео и по нему пользователи и хэштеги публикуются без там всяких пробилов они тоже ищут вот кстати трафик очень хороший приходит через хэштеги на ютубе это прям огонь есть формат giveaway в инстаграме вот это очень это акции про них очень долго объяснять проще наверное если интересно будет где-то сами почитать есть у вас фолловинг масс лайки собственно это сервис который используется для раскрутки инстаграм-аккаунтов условно вы платите этому сервису ну там небольшие деньги совершенно можете настроить парсинг на сообщество ваших конкурентов и перетягивайте аудиторию у них то есть бот будет лайкать или подписываться на аккаунты тех кто подписан на ваших конкурентов и они как бы подразумеваются что обращают внимание на ваш аккаунт и начинают его изучать и на самом деле хороший инструмент он приносит подписчиков медленно но приносит причем приносит релевантных подписчиков без табита но инстаграм в последнее время борется с такими ботами вот может даже генеть в банк блог вот но зависит от сервиса которым вы пользуетесь потому что кто-то ну как бы перестает лайкать больше чем ну в общем зависит от сервиса геометки помимо еще твенстагрования собственно оптимизация всегда нужна как я уже говорила в соответствии с аукономией нужна интеграция включивых слов всегда также механизм продвижения в конкурсе игровые механики это могут быть вектории кстати опросы очень многие маркетологи там таргетологи очень любят и наш таргетолог постоянно не напоминает о том что необходимо опубликовать опросы в группе потому что все эти данные собираются и потом отправляются в таргетированную рекламу то есть условно я могу задать на группе вопрос там планируете ли вы такую-то пластическую операцию это я грубо говоря потому что сейчас я не могу креативить ничего более интересного прибудет и таким образом мы собираем контакты айдишни для тех которые называют планируем то есть это уже как и как ты заинтересованный люди то есть такая точка есть если вы кликнете по этому QR-коду то вы можете увидеть те сервисы которыми я сама пользуюсь и мне кажется что они довольно полезны я сейчас просто коротко прокомментирую тут правда уже последний слайд и все собственно тут вы увидите многофункциональные фарсы это не реклама сервиса он платный но его функционал того стоит если вы не собираетесь сделать космический какой-то таз например вам нужно посмотреть каким контентом интересуется ваша аудитория вам нужно найти ее в группах в каких группах она есть это необходимо например если вы размещаете рекламу партнеров не интерпетированную то есть вы таким образом можете находить группы по интересу там лидеров мнений активных участников группы все это автоматизировано очень удобно но есть небольшая погрешность то есть для это конечно классика это цереприи таргетхантер о чем писать это вордстат можно смотреть популярность тех или иных ключевых запросов что часто гуглят на каком языке говорит ваша аудитория гугл тренд это для поиска трендов о чем сейчас говорят в мире что обсуждают для работы с текстом генератор цепляющих заголовков есть также если нет никаких идей то что он очень помогает подобрать нужную формулировку потому что например 10 рекомендаций или 7 подборка из 7 того-то того-то такие заголовки считаются какой-то классик и им интересуются и дальше читают материалы графические редакторы там есть креола креола позволяет создавать не только статичные креатива но и какую-то анимацию то есть короткие видеоролики промо-ролики за это я очень люблю этот сервис потому что у нас нет в штате человек который занимается видео работает с Adobe After Effects может быть я когда-нибудь научусь потому что все постепенно как бы в SMM идет к таким вот коротким роликам рекламным то есть вроде бы можно научить это нужно использовать есть канва есть супа супа тоже позволяет создавать не только статичную рекламу шаблон но и введен там есть еще фотостоп в этой подборке очень симпатичный бесплатный там есть для организации работы такие сервисы как Trello это контент есть сервис который поможет организовать рассылок через социальные сети есть сервис массфлорнинга масслайфинга который мне нравится есть поиск ну сервис поиска идеи для создания каких-то конкурсов и активности с аудиторией вот я надеюсь что выступление мое было хотя бы немного полезным надеюсь что вы меня поняли надеюсь что вы простите за вот это заикание мне очень непривычно выступать в такой обстановке это мое первое встречение спасибо спасибо